давайте вас что-то не видно тут смотрите что я вас тоже плохо немножко вижу так что-то вас не вижу я думаю что если я сейчас сейчас минутку я сейчас я включусь она идет и сейчас растягивается вот теперь видно да вот сейчас вроде бы настроен да конечно я вижу вас расстегнутый молодой человек бритый да что-то бритый расстегнута рубашка бритый бритый лицо бритая скопленная так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против у вас ничего нету таких тайн то все давайте говорите слушайте говорите у меня у меня к вам такой вопрос дело в том что мне 37 лет и у меня скажем так по-русски сказать николане двора ничего нет я скажем так когда родился меня родители мы русские немцы и мы когда я родился меня покрестили в младенчестве возрасте младенчеством возрасте и скажем так мы переехали в германии в девяносто пятом году вот и как у меня пол меня покрестили как младенчестве как католик вот у меня вопрос такого плана я бы я вот я почитал ваш сайт я как понял что крещение во младенчестве это все ерунда нет ни разу у меня если неправильно минутку если было неправильно это не ерунда если правильно крещено это крещение настоящее если правильно три погружения было сделала три но меня вот это я не знаю это я не знаю меня меня крестила моя бабушка она она была на крестинах но у меня крестила соседка они все католики но дело в том что понимаете у меня знаете такая ситуация в жизни что вообще не вообще ничего не идет я занимаюсь проектами ух это проектами хорошими нормальными проектами чистыми проектами официально закона два проекта виду еще и финансирование и пока только ничего хорошего нет только крутят голову скажем так я уже на протяжении минимум восьми лет каждый утром и вечером молюсь богу для того чтобы он мне помог у меня мысли такого плана я не тянусь за большими деньгами у меня в мыслях такого что я хочу обеспечить себя найти хорошую девушку родителям помочь и если проекты все будут идти я бы хотел бы помогать детям инвалидам в том числе скажем так для меня без разницы это будет либо десятина либо будет двадцати на меня без разницы я бы хотел бы чтобы потом меня бог вел именно именно вот туда куда действительно помочь надо чтобы я помогал я нику я не хочу деньги перечислять не какие фонды там в детский непонятно какие-то там фонды нет меня я хочу сам это делать у меня у меня вопрос такого плана я бы хотел бы прокреститься православие у нас например здесь я живу на юго-западе германии у нас есть рядышком со мной такой город баден-баден я был в этой церкви один раз я туда маму возил и мне не понравилось там то сам храм хороший небольшой но хорош мне не понравились там попы попы сербы они не хорошие там товарищи по русски сказать мне не не понравились они трубы какие-то вот мама там была она такая я хочу вот это это и это сделать а они знаете на нее как бы набросились сидят и мне не понравилось я посмотрел по интернету у нас есть монхаме и есть в этом как он в кёльне и вот она с полным погружением особенно в кёльне я хочу с ними связаться и проконсультироваться чтобы вы у него подсказали видите вы пока ничего не сказали почему вам они не понравились сам или что-то это как бы ваше личное мнение такое как они поступили в чем заключается грубо это ни о чем еще не говорит вот бывает человек заходит он не по форме одетый в трамвай едет мазутная у него одежда а плакат говорит что надо хорошая одежда а он не слушается остановили трамвай его высадили и он говорит я на трамвае больше не езжу там грубые очень водители но он не говорит что он сам виноват в этом я ничего не знаю просто говорю как бывает поэтому нас должно меньше всего интересовать как к нам люди относятся как мы относимся к людям вот это главный вопрос и первый вопрос это крещение если католическая женщина крестила то весьма сомнительно что она правильно вас крестила вот у нас два года назад приезжали приезжали люди из германии из германии и нынче они тоже приезжают крестились у нас в озере в полном погружении мы в германии были прошлом году прошлом там я везде дарил книги у меня 38 книг вышло и мы дошли до португалии у нас другая миссия была встречи беседы там священник германии русский при на встрече был вот теперь относительно проектов еще ничего нет а вы там думаете помогать мысль это хорошая правильно но ничего нигде нету но вы не знаете мысль божия о вас замысла может божий замысел такой чтобы вы лежали парализованный ничего не делали а только молились вот у меня такой знакомый парень ему почти два метра ростом и он нырнул головой ударился 13 лет лежит не шевелиться сергей козлов 13 лет у него только вот это плечо маленько шевелится руки вот так вот скручено это не два года и он работает за трех мужиков он в интернете работает иконы пишет он у меня помогает по форму везде умница такой видите как он думал так а у бога другой замысел у бога другой поэтому надо научиться слышать что бог мне скажет что вот вы высказали я хочу чтобы бог меня услышал у меня были деньги этого просить опасно потому что мы волю божию не знаем не знаем а не знаем значит мы говорим да будет воля твоя и на земле как на небе на небе и вот с этой позиции мы молимся работаем на а сами слушаем что бог скажет бог хочет я может чтобы был токарем токарем я вот у меня были данные я мог быть давно-давно священником и епископом но я работал все время на низу мог быть начальником у меня большие знания были а я работал печником пещи делал 40 лет я хотел быть там поехать за границу там знал языки а бог меня посадил в тюрьму я прошел пять тюрем за веру божию я благодарю бога что не по моему а по божьему я бы давно умер мне 76 лет будет послезавтра 76 а я как будто бы на 30 годах засох я все время со студентами с молодежью веду занятия в университетах вел я не начальник детского лагеря бога другой был замысел и я думаю только бы его не нарушить вот я не государственный деятель но у меня а как бы мне бы его найти теперь смотрите лагерь детский основатель 44 год 44 мне ни рубля не дало государство я тысячи детей поднял тысячи это как так а я не знаю у меня ничего нет вдруг сегодня мне присылают деньги вчера ничего не было предприятие дает мне муки я печь сделал мы сами хлеб печем я набираю детей вчера уже первая встреча была вы на нашем ютубе youtube во свете знаете youtube во свете библии называется открытым оком название по-русски зарядите в ютубе и вы выйдете на наш канал там 2900 роликов 2900 как мы за рубежом были встречи в германии в турции в португалии владивостоке то есть мы прошли 500 городов и сел а я коллега у меня три грыжи на на спине я на стройке работал на операцию сделали а бог говорит сделаешь я повелю ты сделаешь я вернулся живой я хожу врачи все девятся как я хожу а мне нужды нету я с голубями вожусь лажу туда-сюда поэтому вас как звать андрей вот андрей у меня андрей 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 вчера был из мурманска военные молодой 26 лет что ли и он сейчас в пути уехал как он у нас был вы на нашем ютубе все это увидите андрей означает по-русски храбрый храбрый воинственный такой вот на это приготовься никого не бояться как со мной и христос а куда он пошлет меня вот у меня отец был пастухом и мы выросли на поле я благодарю бога что мою душу никто не корежил я рос как дичок птицы растения я в природе рос и поэтому мне очень легко ориентируется в этом мире полном политических соблазнов я их не знаю я сравниваю с библией я обратился я с детства верующий обратился среди 50-ники дали мне как баптисты дали библию но я православный и в моем доме многие баптисты стали православными я вам могу на эти вопросы ответить я пока отвечаю для вас у господи дай мне познать твою волю поэтому замыслы ваши хорошие но если они не исполняются вы голову не опускайте вот так а скажи господи я согласен веди меня вы были бы рядом сейчас здесь я бы вам предложил к нам приехать ну вы далеко тут деньги большие я сразу сказал вы больше никогда не бреетесь не не прикасайся голова должна быть вот бородой иконой христос все вы один раз услышали я вам это докажу что бриться нельзя это библия говорит я под этим нашим роликом выставлю все но вам в данный момент ни кельн ни баден-баден не поможет вы на первом месте не выставляете христа христа а когда христос главный будет я хочу познать его волю я знаю я не сам по себе он за меня умер христос я его достояние я очень ценный потому что за меня пролита христова кровь вот с этой позиции я себя берегу я не могу курить я не могу наркотиками не могу материться я не могу блудить этого я не делаю это я про себя скажу меня бог сохранил сохранил меня потому что у меня был страх божий страх и в этом страхе мы с вами встретились вы обращаетесь в человеку у которого есть страх божий я вас слушаю говорите да да я вас слушаю да да я вам фактически все ответил так а что а что а что а что поможет в отношении баден-бадена или керна или манхана смиритесь получите истинное крещение с полным погружением ежедневно молитесь 7 раз 7 раз 7 раз это вот 5 еще 2 7 это давид говорит так сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих а что это один раз один раз это три святое молитвы 100 поклонов я 100 100 поклонов 100 вот это 7 раз надо в день молиться и ночью на молитву стать вы увидите как все будет по-другому не так как я хочу поэтому я могу вам говорить и говорить а вы скажете а это это не мне мне главное должность деньги должны быть деньги а это не главное не главное я издал 38 книг андрей 38 да какие книги это тома по 750 страниц я в германии был и там удивляется какой высокий уровень издания книг а у меня пенсии минимальная по сегодняшним сказать это примерно 115 долларов на месяц 115 всего а я живу у меня все есть и книги издал они многие миллионы стоят и я 90 процентов дарю библиотеки почему в них показано как жить надо по слову божию по библии мне бог это дал и я девять лет не вылазил из-за компьютера печатал 30 тысяч часов провел за компьютером я живой остался а теперь книги эти развожу сам и дарю чтобы люди начали жить по-другому церкви христовой не секте а а церковь это православие католики григорины армяне копты и сирийцы все все остальное не церковь у них нет священства лютиране где вы там это не церковь а христос церковь создал вот какое дело были бы рядом вы ну тут бы проще было вы приехали мы быть с утра до вечера работали беседовали вместе у нас сейчас приезжает из франции из германии люди понятно понятно вам может быть это неприятно хорошо посмотрим хорошие планы и вы уже может быть это деньги вложили капитал надо начать с новой страницы да совершенно верно вот это но я просто так говорю вы не подумайте что это волшебник знаю я ничего не знаю я молюсь и просто говорю я вижу вы открыто так смотрите говорите это располагает меня к вам я вас первый раз вижу вы безбородые мне это не нравится но я глядя на ваши глаза я вижу что я могу с вами разговаривать ну правильно правильно спасибо понятно понятно хорошо то то бишь получается в отношении баден бадена просто нужно еще все пересмотреть поговорить с ними лично говори и что они скажут чтобы крестили вас полное погружение но они не будут делать они не будут они боятся а потому что они мощение ладошкой вот так католическое то католическое по католическим крестили то вас а оно не крещение то обман слова крещение означает погружение 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 в воду три раза но вот в керне я видел там фотографии у них там есть специальный такой колодец там где они делают вот это погружение я фотографии видел поэтому я и думаю может быть мне позвонить туда есть меня поговорить у них есть вот это все у них колодец, я фотографию видел, где они это все делают. Поговорите, может быть и будет, но я думаю, не будет. Если они относятся к московской патриархии, не будут. Это уже точно. Это один на сотни один. Они все друг за друга свой дурной опыт старый передают молодым, а молодые не глядят в книге, и они фактически так взять до конца, то давно уже не православные. Они сказили все. Но это церковь, и я в ней работаю, я тружусь. Я знаю о том, что даже вот этот московский Кирилл, когда делает эти на большие праздники, он делает вот эти вот вещи, свечи гаснут. Я знаю. А как вы на нас вышли? Как на нас вышли? И поэтому у меня доверия к ним вообще не... Как вы на нас вышли? Через сайт. И я... Через сайт, через ваш сайт. А как вы узнали про наш сайт? А как узнали? Я нашел ваш сайт. А как? А я в гугле задал... Я в гугле задал в отношении крещения, и я потом смотрел, 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 и мне потом автоматически ссылки в вот ваш сайт. Ну как? Мне это далось. И я просто случайно нажал и посмотрел, что мне очень сильно там понравилось. Это то, что вот эти вопросы, которые люди задают, я там, например, их почитал, мне это было очень интересно, потому что те вопросы, которые задают люди, у меня тоже были такие же вопросы. Я в них нашел ответ. Естественно, было очень много вещей, например, слов, которых я немножечко не понимал. Я просто не понимал, что имеется в виду. Вот такое было. Ну, процентов 70, я 80, я все понимал, что имеется в виду и как вы отвечаете. Мне это очень сильно понравилось. И я потом связался, познакомился с Александром, христианином, знаете такого? Я с ним разговаривал по телефону тоже, буквально позавчера или вчера. Я ему говорю, знаешь, я вот в интернете совершенно случайно нашел вот такой сайт. Он такой говорит, а я знаю тоже этого человека. Он говорит, я с ним тоже разговаривал. Я говорю, ну вот, я хочу ему в понедельник позвонить этому человеку. Он говорит, позвони, нормально. И он мне такой говорит, у вас есть вот эти три книги, про которые вы говорили. Вот он говорит, это новый завет. Он говорит, это именно то, что тебе нужно. Он такой говорит, именно вот эти книги, он говорит, это то, что нужно. Он мне тоже сказал. Он говорит, поговори. Я говорю, а как их купить можно будет? Он говорит, ты когда с ним будешь разговаривать, он все тебе объяснит. Я говорю, а он сможет мне прислать в Германию? Он говорит, да я думаю, что без проблем. Вот, я что хотел спросить, сколько это стоит? И что, и как? Вот этот ролик, вот, вы в Ютубе только когда зарядите, вы пишите, я что говорю вам. Рукой пишите. А я-то все запоминаю в Ютубе. Ютуб называется, по-русски, если напишите, канал, канал, видеоканал, Игнатий Лапкин, открытым оком, око это глаз, и там вы увидите, вот этот, который сейчас разговариваем, я его уже сегодня к утру выставлю. И внизу я напишу, как книги получить, как правильное крещение, я там комментарии дам. Внизу. Внизу. И вы все там перепишите, и мне напишите. Понятно. Мы послали, вот, полные комплекты в Америку, в Эстонию, там, в Германии просили, какое, какая сумма, и какая пересылка. Пересылка, конечно, дороговатая, но тут ничего не сделать. У вас какие еще вопросы есть? Хорошо. Вопросы какие еще есть? Вопросы? У меня, вопросы по крещению. У меня такой вопрос. Если, например, меня там в Кёльне или в Манхаме откажутся сделать полное погружение, значит, это делать не нужно. С ними не связываться вообще. А если они скажут, да, хорошо, мы сделаем, значит, это можно? Конечно. Если это православное. Православное. Да, это они все православные. Чтобы он был священник. Да, да, они все. И тогда он тебя будет спрашивать, как ты веруешь в Господа Иисуса Христа и три раза, три раза полностью погрузиться с водой, вот так вот, в воде сказать. И три раза он скажет во имя Отца, потом Сына и Святого Духа. И все. Ну, я вам сразу же... А что, а что, а в отношении... В отношении чего? Да, а в отношении причащения. А в отношении причащения. А он там вам скажет, он сразу вас причастит. Сразу же в этот день должен причастить. Но у нас, вот если бы вы были здесь, вы бы не были крещеные у нас, пока у вас не будет борода. Борода. И не будете причащенные. Потому что мы строго-строго держимся. Так как мы вообще нигде больше нет. Мы человека учим сначала. Я вот преподавал в разных университетах. И как крещение у нас от трех до пяти лет подготовка. Пятьсот часов. Пятьсот часов занятия. Он знает Новый Завет. Он может знать там противосектантское. Всю Библию. У нас очень серьезно мы подходим к этому. Это Писание говорит так. Сначала научить надо. Я вот тоже бы хотел бы очень серьезно к этому подойти. И я бы хотел бы, чтобы сделалось у меня все правильно. Чтобы мне сделали все правильно и громадно. Потому что у меня намерение очень-очень серьезное. Андрей, вот тут так, когда я говорю, звук до вас залетает определенное время. А вы думаете, я не говорю, а в это время звук. Ваш звук на мой накладывается. Хотя между нами, когда мы говорим расстояние. А оно накладывается. Вот. Я вам дам здесь комментарий. Вы только выйдите на наш сайт вот этот. Говорите. Сейчас, секундочку, я тогда возьму, я сейчас возьму ручку и запишу то, что вы мне сказали. Давайте. 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 значит, вы входите в систему Ютуба. Так, это в Ютубе. Ютуб, заходите в Ютуб. Да. И в Ютубе можете по-русски, по-русски прямо зарядить видео-канал Игнатий Лапкин открытым оком. Око, ок, это глаз. Открытым оком. Во свете Библии. Да, да. Все. И вы войдете на наш канал. И там будет первый же ролик, кстати, вот это то, что мы с вами разговариваем. И там будет внизу комментарии. И по книгам, и по крещению, и по всему я вам отвечу. Обрадобрите. Хотя там под другими роликами у меня тоже стоят комментарии. Но это надо вам завтра смотреть. Даже сегодня смотрите. Сейчас немножко, я уже буду его обрабатывать. Потому что послезавтра я уезжаю с детским лагерем. А там связи слабенькая, там, ну, степь. А здесь мне все-таки маленько можно разговаривать. Понятно. Еще раз Игнатий Лапкин во свете Библии. А вот про око вы говорили как? Открытым оком. Открыть. А, открыть. Открыть. Слово открыть, распечатать. Открытым оком. Око, глаз. Оком. Понял. И вы сразу найдете, на этот канал выйдете. Понятно. И там есть поисковик прямо внизу. Точка вот такая вот есть. И вы зарядите, что? Крещение. И вы увидите, как у нас крестят. У меня родной брат, он протоиерей. И вы увидите, как он крестит, как у нас люди отвечают на вопросы. Ну, все увидите. Как у нас люди одеты. Дети. И детское крещение, оно действительно, когда родители верующие. Так, говорите. А еще хочу спросить, а как узнать, куда Бог меня ведет? Вот как узнать? Как вот это проявляется? Есть такая книга, Галлигенбильд, по-немецки. Святая Библия. Вы по-немецки разговариваете? А вы по-немецки разговариваете? Очень хорошо, да. Ну вот. Конечно. Вот вы там прочтете, которое у меня столкование, трехтомник. Вы там все это узнаете. И в Библии дает ответ на все вопросы. Ага. И в отношении Понятно. И вот этих трех томах, вот эти три тома, вы тоже сказали, там будет тоже информация, как это все купить, как это все заказать, да? Я вам покажу, как, куда перевезти деньги, что на весь Новый Завет. Вы можете в Western Union послать. Через Western Union там это перевезду, я вам скажу, сколько это в долларах стоит. И вы пошлете. Ну, я уже не успею сейчас сделать, но послать я постараюсь. Вы мне сразу, как только я поставлю вам ролик, вы адрес свой мне сразу дайте. Адрес и телефон. И я тут оставлю наказ своим людям, близким. И они вам пошлют. Хотя я делаю так, вначале получаю деньги, а потом посылаю. Ну, я думаю, что Господь не допустит быть обманутым. Да нет. А вы мне скажите, сколько это все будет стоить? Все с пересылкой. Я сейчас надо перевезти посмотреть. Посмотреть надо будет. Вот я знаю, допустим, вот без пересылки это 100 евро. Три книги. Без пересылки для вас сегодня. 100 евро. И пересылка там, ну, если вы в евро будете посылать, ну, это, значит, добавить надо сколько там, чтобы не ошибиться. А может быть 20 евро. Книги эти под 750 страниц. Там 240 иллюстраций. Полное толкование на весь Новый Завет. Такого не было за 2000 лет нигде. Нигде. Ну, это просто надо увидеть. Эти книги подарены Путину в библиотеке, Медведеву, Патриарху Кириллу. А частным людям 10 процентов я продаю, чтобы нам хоть на что-то маленько что-то купить для ребятишек и прочее. Эти деньги-то мне не идут, что вы пришлете. Это мою жизнь, просто вам не надо знать. Да, я понял. Вы ужаснетесь и скажете, так жить нельзя. А для меня это радость. Радость. Так, вопросы еще есть? Понятно. Вопрос в отношении как разузнать свою, скажем так, свою участь перед Иисусом Христом. По Библии. После крещения. Особенно после крещения. Молитва, молитва. Молитва к Богу. Я крещусь. Я молюсь постоянно и друзья мне помогают. И я сравниваю с Библией. Другого пути нет. Может через кого-то Бог ответит, через священника или может даже через ребенка. Я очень внимательно слушаю. А что Бог мне скажет? Я слушаю. Я говорю, слушай, Господь мой. И вы посмотрите, вот, ну сколько там, это сегодня у нас понедельник, вчера мы молились. Там написано занятие. Занятие. И как мы молимся. А потом простираем руки. Мы получаем ответ. Это не выдумка. Мне нету, я на днях было. Я достал крупы, муки, а сахару нету. Ну, я вечером стою и на молитве говорю, Господи, я для ребятишек стараюсь. А ты сам сказал, заботитесь о детях, о сирых. Но у меня кое-чего нету. Я не говорю сахар. Бог-то знает. Я просто говорю, Господи, помоги. Ну, полдня прошло, у меня звонок, в дверях стоит человек. Я его знаю. Фотограф. Он был коммерсантом, а теперь привез, говорит, 50 килограмм сахару. Я говорю, а почему ты привез сегодня, не вчера? Не знаю. Говорит, вчера вечером такое, говорит, у меня вот так вот на душе так. И у меня мысли такие, у Игнатия, наверное, сахару нету. То есть, о чем я на молитве говорю, его Бог взял и положил. И он привозит их. Ну, что, поговорили, поблагодарю. Он совсем не нашего круга, бритый там, у него вера маленькая. Но Бог его взял и сделал. Бог. Вот как. Понятно. Понятно, понятно. Понятно. Ну, если вопросы... Хорошо, хорошо. Если у меня будут какие-то... Вопросы будут, вы их копите. Хорошо, спасибо. Будете задавать, может быть, я отвечу, а может и нет, потому что меня не будет, а там плохо с интернетом. Но 10 октября, октября, я буду в Барнауле. Ну, а у вас будут мои книги, вы считать будете, у нас разговор будет конкретно по темам, какие вас заинтересовали. Если ничего нет, давайте, отходите. Выключайте. Понятно. А в отношении... Нет, я хотел спросить... Я хотел спросить, вам сейчас в скайп дать свои координаты, да? Не надо, мне не надо. Скайп, я сейчас вам вот сюда, сейчас могу... Отлично, мне не надо, я никому не звоню. У меня вот телефон, я никому не звоню. У меня нет еще... Нет, вы не поняли, я... Я на вас звонить не буду. Звоните вы, когда вам надо. Вы меня не поняли, я... Вы не поняли, я имею в виду в отношении перечисления денег, в отношении дать мой адрес, в отношении получения... Я вам дам, я дам вам данные, и вы на них пошлете. На меня, через... Вестерн Юнион. А-а-а. И все, я приеду, через три месяца и получу. Ну да. Вы меня только... Номер... Ну это я все... А, стоп, дело в том, что... Говорите. Я понял, так дело в том, что, насколько я знаю, насколько я знаю, деньги Вестерн Юнион, если вы в течение двух недель их не сняли, они пропадают. Нет, не пропадают. Я спросил, говорю, четыре месяца будут лежать? Она говорит, будут. А, хорошо. И куда вы мне пришлете вот эти координаты, куда вам перечислить деньги? Вы... Куда вы мне пришлете? Когда спросите, скажите, спросите только, что четыре месяца они могут ждать или нет? А то, может, у вас другие правила. Я знаю. Вот, у нас другие правила. Две недели, мне говорили все. Тогда нет. Две недели. Тогда вы не высылайте до октября месяца. До октября. Пусть будет так. До октября. А в октябре мы с вами заводимся, и вы тогда перешлете. Мою фамилию дадите, и мне перешлете тайный код. Десять номеров. Десять. Я пойду и получу. Да, я знаю. Да, я знаю. Я сегодня ходил, получал за книги. Тогда получается, я и книги... Я только сегодня хочу. Тогда получается, и книги я получу... Я понял. Тогда и книги, получается, я получу только в октябре, в ноябре. Я правильно понимаю? Нет, книги я пошлю вам сейчас постараюсь послать. Вы мне сразу адрес дайте. Адрес. Свой адрес. А вот куда вам его дать? Адрес? Куда вам... А куда вам его написать? Вот этот ролик, который ролик сейчас... Я выставлю его. Я его выставлю уже сегодня. И вы под ним мне его сошлите. Не бойтесь, открыто. Мой адрес везде известен. И я тут дам указания, и люди пошлют наши... Я постараюсь, чтобы книги... Да, но это... А это же я, получается, я... Вы получите пока без денег. Спасибо большое. Я вам поверю. Поверил я вам. Я пошлю, а деньги вы потом пошлете. Так, все? Понятно. Я просто хочу спросить... Нет, я хочу сказать, что я свой адрес так открыто выставлять никому не хочу. Я бы дал его вам сейчас в скайпе, в скайпе, вот сейчас в чате, я бы вам его сейчас дал. Ну, давайте в скайпе. Просто свой адрес я не хочу в ютубе выставлять на показ. Хорошо. В скайпе внизу давайте адрес. И я в скайпе вам отвечу. Я в скайпе вам отвечу. Давайте. Да, совершенно верно. Давайте. Это вариант лучше даже. До свидания. А я открыто своя адрес всем даю. Спасибо. Все, до свидания. Хорошо, спасибо большое. Храни Господь вас. Храни Господь. Субтитры подогнал «Симон»!